Если ты не любишь людей, то тебе, наверное, во власти не место. Вот так однозначно можно сформулировать кредо Геннадия Фёдорова, который всю жизнь посвятил служению людям. О них он думал всегда. И когда учился в пединституте, и когда работал учителем, и когда руководил областной комсомольской организацией. Именно тогда, в перестроечные годы, у молодых чебоксарцев впервые появился свой клуб по интересам. Бывшее здание кинотеатра «Родина» в городе Чебоксарх, это здание пустовало. И была поставлена задача летом открыть здание «Дом молодежи». Сейчас вспоминаю, что какие-то корчагинцы мы были, и, значит, успели. Вы знаете, субботники, воскресники проводили. Очень было приятно, когда народ туда пошёл. Значит, кружковые работы, какие-то, вот тот период, новые фильмы, видеофильмы, видеотеки. И там, да, мы джазовый фестиваль впервые провели. И люди, как и Геннадий Семенович, они не так часто встречаются. Он на своём месте. Организаторские способности Геннадия Фёдорова заметили и забрали в ЦК «Комсомола». Опыт, накопленный за годы работы на руководящих должностях в Москве, пригодился в середине 90-х, когда к работе приступило новое правительство Чувашии. Геннадий Семёнович возглавил постоянное представительство республики при президенте России. Несомненно, Геннадий Семёнович патриот. Он патриот Чувашии, патриот Российской Федерации. В 90-е годы формировались взаимоотношения между Федеральным Центром и Республикой. И, конечно, нам предстояло, и это было необходимо, налаживать связи с министерствами, с ведомствами, с другими органами государственной власти Российской Федерации. И в 96-м году мы готовили программу развития Чувашии. Она была рассмотрена во всех ведомствах правительства Российской Федерации. В конце концов, была принята федеральная целевая программа по развитию Чувашской Республики на период до 2000-2000 года, в которой, конечно, предусматривалось развитие всех отраслей нашей жизни, экономики, социальной сферы. И, конечно же, в этой программе значительные объемы работ, значительные инвестиции, значительные капитальные вложения, как мы тогда говорили, они предназначались для столицы нашей республики, города Чебоксары. Вот благодаря тому, что он действительно с детства получил хорошее воспитание, вышел из семьи трудолюбивой, он по жизни идет и знает, что только собственным трудом можно добиваться успеха. Жизнь всегда пересекала нас по каким-то важным событиям. И среди них, конечно же, когда я приступил к должности и начал работать в должности министра образования и молодежной политики Чувашской Республики, по всей России пошла, и в том числе Чувашской Республике, программа строительства детских садов. И вот тогда я, благодаря как раз встрече, которую Геннадий Семенович Федоров организовал в встрече с министром, нам удалось реализовать много проектов именно в городе Чебоксары. Самая большая очередь на детские сады – это город Чебоксары. Трудно представить, но современный облик Чебоксар, к которому мы все привыкли, сформировался всего 20 лет назад. И дорога к храму, и речной порт, и залив, и другие объекты появились при содействии Геннадия Федорова. Геннадий Семенович на тот момент был постоянным представителем Чувашской Республики при президенте страны. И, на мой взгляд, сыграл ключевую роль во взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти, потому что надо было понимать, что это была непростая стройка. И вот спустя 12 лет мы также ведем строительство на территории нашего центра, строим реабилитационный корпус. И я очень рад, что нам в этом помогает активно Геннадий Семенович. Я убежден, что строительство будет завершено в срок. Мне кажется, Геннадий Семенович очень такая многогранная личность. Он очень целеустремленный, четкий человек. Он всегда ясно понимает задачи, которые перед ним стоят. Сегодня на посту главного федерального инспектора по Чувашской Республике Геннадий Семенович по-прежнему заботится о том, чтобы экономика в Чувашии крепла, социальная сфера развивалась, а общественно-политические отношения основывались на взаимном уважении всех сторон. Иногда ему приходится быть рефери в различных спорах, но опыт и авторитет позволяют успешно разрешать их. Наверное, самый короткий путь – это тот, в котором ты уверен. Он может быть непрямым. И поэтому, скорее всего, я при принятии решения все-таки стараюсь на всесторонне оценивать. И исхожу еще из принципа, что есть меньшее зло. Я никогда не шел против своей совести. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова